Зачем коту усы? Мяу! Ответ на этот вопрос можно узнать из книги Виталия Танасичика. Для чего коту усы? Сидит на подоконнике кот, умывается, послюнет лапку, потрет ей шерсть на голове, потом за усы примется, поглаживает их, и они все равно топорщатся. Как вы думаете, для чего же ему нужны такие длинные усы? Неужели только для красоты? А если для дела, то для какого? Кошки ночные звери, они любят странствовать ночью, по чердакам, подвалам. Они хорошо видят при свете луны и звезд, и всегда найдут дорогу с одной крыши на другую. Но в подвалах ни луна, ни звезды не светят, и свет уличных фонарей туда не добирается. Как же наш кот ходит в темноте, не натыкаясь на стены, ящики, трубы? Что помогает коту? Усы. Они веером торчат на его мордочке, и стоит их волоскам чего-нибудь коснуться, как кот сразу чувствует, осторожно, впереди у препятствия. Он нащупывает усами дорогу в темноте. Так же, как это делаешь ты руками, когда с завязанными глазами играешь в жмурки. Чувствовать что-то на ощупь, значит осизать. На ощупь вы находите монетку в кармане, достаете из-под дивана закатившийся мячик. Слепым людям осизание во многом заменяет зрение. Для них даже делают специальные книги, которые можно читать пальцами, и совершенно необходимо осизание многим животным, особенно тем, которые живут в темноте, например, в пещерах. В вечном мраке пещер обитает немало насекомых, многоножек, и всем им осизание помогает находить дорогу. Но осизание не только помогает животным находить дорогу и вовремя замечать врагов, кое-кто приспособил его и для охоты. Одного такого охотника ты не раз видел. Это паук. В этой книге Виталий Танасийчук расскажет о самых важных органах чувств, обоняния, вкус, осязания. И нужны они не только нам для того, чтобы баловаться всякими сладостями. Не менее важны они и для животных. Как животные ими чувствуют, и чем они отличаются от наших органов чувств, можно узнать из книги «Для чего коту усы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова